скажем так практически оптических средах что-то такое да хорошо александра более подробно ты тогда сообща все расскажешь а я выключу свое видео итак доклад называется сеточные методы для уравнений максвелла в слоистых средах задача для системы уравнений максвелл встречается во многих приложениях это расчеты элементов радиоцепи микросхем распространение излучения по волноводам оптика диэлектрических плазмонных структур и многие другие многие из этих задач рассматриваются в одномерной постановке то есть предполагается что поля зависит только от одной пространственной координаты если при этом поля являются монохроматическими то есть содержит только одну частоту задачку будем называть стационарной если поля содержит спектр частот то такую задачку будем называть не стационарной В данной работе получены следующие результаты. Во-первых, для стационарных одномерных уравнений Максвелла построена бекомпактная разностная схема, которая сходится на сильных и слабых разрывах. Для нестационарных уравнений Максвелла предложена новая разностная схема, позволяющая учитывать частотную дисперсию. Во-вторых, для этих схем обоснована сходимость для произвольных неравномерных сеток и неодородных сред. В-третьих, построены новые тестовые задачи с обобщенными точными решениями и проведена апробация предложенных схем на этих тестах. В-четвертых, для задачки о наклонном падении плоской волны на систему плоско-параллельных пластин предложен метод численного интегрирования уравнений Максвелла вдоль направления распространения волны, то есть вдоль оптического луча. Далее, предложен метод учета флуктуаций геометрических размеров рассеивателя. Проведены расчеты спектров отражения реальных одномерных фотонных кристаллов и выполнено сравнение расчетных результатов с известными экспериментальными измерениями, ранее опубликованными. Наконец, проведены расчеты задачи о формировании поверхностной волны блоха в одномерном полностью диэлектрическом фотонном кристалле. И исследована зависимость времени жизни этой волны от толщин слоев фотонного кристалла. Начнем с одномерной стационарной задачи и приведем ее в физическую постановку. Рассматривается плоско-параллельный рассеиватель, состоящий из ко-большой пластины. К координатной оси Z направим перпендикулярно пластину. Будем считать, что пластины диэлектрические либо проводящие, то есть металл или полупровняки. Границы раздела обозначим через косикуты и будем считать, что на границах раздела, диэлектрическая проницаемость ε, магнитная восприимчивость μ и проводимость σ изменяются скачком. Из-за нагрева токами либо падающим излучением материал рассеивателя может быть пространственно неоднородным. То есть ε, μ и σ могут зависеть от координаты Z. Будем считать, что на рассеиватель с обеих сторон нормально падают плоские линейно-поляризованные монохроматические волны. В проводящих пластинах текут внешние монохроматические токи, G большой и внешние, параллельны границам раздела. Кроме того, поле индуцирует токи проводимости, равные σe. Если толщина пластин пренебрежимо мала, то текущий и под ней ток можно считать поверхностным. И его объемная плотность равна Δ функции от Z минус к σe. Поверхностные токи также могут быть внешними, то есть созданы каким-либо внешним способом, и индуцированными. В последнем случае они равны σ поверхностной E. Такая задача встречается в ряде актуальных приложений. Среди них излучение плоских проводников, задачи плазмоники, то есть это оптические свойства металлодиэлектрических структур, интегральная фотоника, то есть оптические свойства диэлектрических структур и ряд других. Переходим к математической постановке этой задачи. Математическая постановка включает в себя, во-первых, уравнения Максвелла. Они приведены на слайде. Традиционно их записывают в дифференциальной форме, но в данной работе они записываются в форме интегральной. Причину этого поясню чуть-чуть позже. Во-вторых, постановка включает условия излучения на границах расчетной области. Они приведены на слайде чуть ниже. Поясню, например, условия при z равном нулю. При z меньше нуля вне рассеивателя влево среда считается однородной. И в этой среде поле представляется в виде суперпозиции волны, падающей на рассеиватель и отраженной. Падающая волна пропорциональна E в степени ИКЗ, где ИК это волновое число, отраженная, соответственно, E в степени минус ИКЗ. Мы считаем, что амплитуда падающей волны задана, это то излучение, которым мы облучаем рассеиватель. Амплитуда отраженной волны неизвестна. В условии излучения записана такая комбинация поля и его производной, что отраженная волна сокращается, а падающая остается. Это позволяет явно задать амплитуду падающей волны, не затрагивая отраженную волну. Полностью аналогично интерпретируются условия при z равном A, то есть на другой стороне рассеивателя. И кроме того, постановка задачи включает хорошо известные условия сопряжения на границах раздела среды. Эти условия — это, собственно, непрерывность тангенциальной компоненты поля E, нормальный компонент полей D и B, и скачок тангенциальной компоненты поля H. Причем скачок этот пропорционален плотности поверхностных токов. Перечислим важнейшие методы расчета таких задач. Для кусочно-отнородных средств при отсутствии внешних токов лучшими являются методы матриц-рассеяния. Они дают точные решения соответствующей задачи. Современные формы этих методов представлены в работах Хансона, Беремана, Коттера. Эти подходы широко применялись в школе Леонид Антоновича Севастьянова для решения ряда актуальных прикладных задач. Во всех прочих случаях необходимо использовать сеточные методы. К ним относятся, например, методы конечных разностей, конечных элементов в частотной области. Обзор этих методов представлен исчерпывающе в монографиях Инана, Тафлова, Соливана, которые очень хорошо известны. Ряд усовершенствований и расчета прикладных задач выполнялись в школах Сойфера и Свешникова-Боголюбова. При расчете задач в лоистых средах сеточные методы сталкиваются с трудностью. На границах раздела сред поле испытывает не взлом, либо разрыв. Из-за этого сходимость может ухудшаться, либо вовсе отсутствовать. Эта трудность многократно отмечалась в литературе. В работах Калеткина и Корякина было показано, что для задач в слоистых средах необходимо использовать так называемые бикомпактные схемы. Это схемы, которые являются двухточечными и консервативными. Они сходятся на обобщенных решениях. И Калеткин и Корякин построили такие схемы для уравнения теплопроводности и для уравнения колебаний. В данной работе построена бикомпактная схема для системы стационарных намерных уравнений МАКСВЛ. Сделаю несколько комментариев по поводу того, в чем собственно особенности этих схем. Начнем с понятия консервативности. Это понятие было введено Тихоновым и Самарским. Уравнения математической физики выводятся из интегральных законов сохранения для малого объема сплошной среды. Например, уравнение теплопроводности – это баланс тепла. Уравнение колебаний получается из закона сохранения импульса и так далее. Консервативными называют схемы, в которых выполняются разностные аналоги законов сохранения. Причем баланс во всей расчетной области является следствием баланса в ячейках сетки. То есть попросту суммируем баланс в отдельных ячейках сетки и из этого у нас должен получаться баланс во всей расчетной области. Для построения консервативных схем Тихонов и Самарский предложили интегро-интерполяционный метод. По сути он заключается в том, что исходные уравнения в частных производных интегрируют по ячейке и аппроксимируют интегралы квадратурами. Такие схемы консервативны по построению благодаря аддитивности интегралов и соответствующей квадратуре. В сложных задачах может быть несколько основных законов сохранения. Схемы, в которых выполняются все нужные законы сохранения, называются полностью консервативными. Но в качестве примера стоит привести хорошо известную полностью консервативную схему Самарского-Попова для системы уравнения газодинамики. Касательно задач электродинамики отмечу одно важное обстоятельство. Условия сопряжения на границах раздела – это следствие интегральных законов сохранения. Ну, в самом деле, как выводятся эти условия сопряжения? Берут область, внутри которой проходят границы раздела. То есть часть области находится по одной стороне от границы раздела, часть по другой. И для такой половинчатой области записывают закон сохранения, то есть интегральное уравнение Максвелла. После чего область стягивают в точку на границе раздела. Это как раз и приводит к показанным выше условиям сопряжения. Хорошо известны примеры в других задачах, ну, например, теплопроводности, условия сопряжения, непрерывность температуры теплового потока. И, таким образом, если схема не учитывает условия сопряжения, то ее нельзя считать полностью консервативной. Самарский показал, что для задач с вопченными решениями использование консервативных и, соответственно, полностью консервативных схем является принципиально необходимым. В противном случае, возможно, ложная сходимость, то есть сходимость не к точному решению, либо отсутствие сходимости вовсе. Далее. Насчет понятия и компактности. Решение в слоистых средах, как уже отмечалось, является обобщенным. То есть из-за прилагления на границах раздела сред возникает излом или даже разрыв. Если шаблон разностной схемы занимает более одного шага по пространству, то граница раздела попадает внутрь шаблона. Независимо от того, как располагаются узлы сетки. Традиционное исследование аппроксимации основано на разложении вреда Тейлора. При этом неявно предполагает достаточную гладкость решения внутри шаблона или носителя конечного элемента. Если граница раздела попала внутрь шаблона, то эта гладкость нарушается. Именно этим объясняется потеря точности в традиционных сеточных методах. И, чтобы преодолеть эти трудности, используется бекомпактная схема. Алгоритм построения бекомпактных схем был описан Калеткиным и Карякиным, и он заключается в следующем. Выберем так называемые специальные сетки. Это такие сетки, в которых в каждую границу раздела поставлен узел, а прочие узлы могут располагаться произвольно. В результате внутри каждого шага решение является гладким. А особенности, то есть излом или разрыва, возникают только в узлах сетки. Далее запишем все нужные законы сохранения в интегральной форме. Интеграл аппроксимируем квадратурами, шаблон которых содержит один шаг сетки. То есть напишем двухточечную аппроксимацию. Далее, во всех внутренних узлах запишем условия сопряжения и аппроксимируем их, и непосредственно учтем при записи схемы. Ну и наконец, в граничных узлах запишем и аппроксимируем граничные условия. Их аппроксимация тоже, конечно, должна быть двухточечной. Такая схема консервативна по построению. Шаблон содержит только один шаг, а внутри которого решение является гладким. При этом в узлах решение автоматически удовлетворяет нужным, правильным условиям сопряжения. Теперь переходим непосредственно к бекомпактным схемам для одномерных стационарных уравнений Максвелла. Для задач электродинамики исходными физическими законами сохранения являются закон Гаусса для электрической индукции, закон Гаусса для магнитной индукции, закон Фарадея и теорема о циркуляции магнитного поля. Они, собственно, и приводят к уравнению Максвелла в интегральной форме. Именно поэтому мы используем интегральную форму этих уравнений при записи разностной схемы. Конечно, можно использовать дифференциальную форму, но тогда нужно будет отдельно обосновывать консервативность построенной схемы. Вот у нас это получается автоматически. Введем специальную сетку. Ее условия обозначим ZNN. А шаги обозначим через ΔZ. В общем случае, сетка является неравномерной. В каждой ячейке сетки приблизим поля линейными функциями координаты, так как показано на слайде. Здесь αn, βn, γn, δn – это коэффициенты интерполяции. Вот эту интерполяцию подставим в задачу и получим систему уравнений относительно коэффициентов α, β, γn, δ. Эта система уравнений и будет разностной, бекомпактной разностной схемой для рассматриваемой задачи. Можно написать эквивалентную форму записи, используя не коэффициенты интерполяции, а сеточные значения полей. При этом нужно учитывать, что поля могут быть разрывными, поэтому в каждом внутреннем узле определим левые и правые предельные значения. Обозначим e2n-2h2n-2. Это левая граница, левые предельные значения в узле zn без единички. e2n-1h2n-1. Это, соответственно, правые предельные значения в этом узле. Исключим неизвестные e2n-1h2n-1 из всех уравнений, кроме первого и последнего. И это позволяет понизить размерность этой системы уравнений. При этом не возникает деления на малые числа, поэтому обусловленность в результате такой операции не ухудшается. Итоговая разностная схема приведена на слайде. Она приводит к пяти диагональной системе линейных алгебрических уравнений. Для нее, для этой системы, удалось найти главные члены определителя с точностью O от Δz². Но видно, что при достаточно малом шаге определитель отличный от нуля. Поэтому эта система легко обращается методом Гаусса для ленточной матрицы. Для этой схемы доказана сходимость со вторым порядком точности. Построена явная решение разностной схемы, как система линейных алгебрических уравнений. Для однородных сред, то есть ε, μ, σ считаются спостоянными. Но при этом сетки могут быть произвольными неравномерными. И объемные поверхностные токи могут быть распределены произвольным заданным образом. И также проведено тестирование на задачах с известными обобщенными точными решениями. Отмечу, что ранее бекомпактные схемы для уравнения Максвелла были неизвестны. И в данной работе они построены впервые. Переходим к тестированию. В качестве тестового примера рассмотрим задачу об излучении поверхностного тока. Пусть на границе раздела, граница раздела располагается в точке z, равной b, внутри расчетной области. Слева от нее находится воздух, справа диэлектрик с заданными ε. Пусть падающие волны слева-справа объемной токи отсутствуют, а по границе раздела течет монохроматический поверхностный ток, который излучает волны в обоих направлениях оси z. Такая модель описывает переизлучение мета поверхности, то есть одиночного слоя частиц очень маленького диаметра, маленького по сравнению с длиной волны, либо тонкого металлического напыления на границе рассеивателя. То есть мы считаем, что поверхностный ток является внешним, то есть он задан каким-то сторонним способом, и в задаче рассматривается поле, которое оно излучает. Точное решение этой задачи приведено на слайде. В литературе его найти не удалось, по-видимому, оно является новым. На следующем слайде показано решение этой задачи. Видно, что поле H, реальная часть H имеет сильный разрыв, а мнимая часть E и мнимая часть H имеют слабый разрыв. Но я отмечу, что такая задача сложна для численного расчета, поэтому она использовалась как представительный тест. Расчет проводился на нескольких сгущающихся сетках. Например, первая сетка имела 10 шагов величины ΔZ, вторая сетка содержала 20 шагов величины ΔZ пополам, двое меньшей, третья сетка 40 шагов величины ΔZ на 4 и так далее. При этом все сетки были специальными, то есть в границу раздела заветом был помещен узел. На каждой сетке вычислялась погрешность каждого из полей как нормы разности численного и точного решения. Ну а затем для удобства проводилось усреднение по компонентам полей, то есть полусумма погрешностей поля Е и поля H. Вот и эта погрешность показана на рисунке слева. График погрешности в зависимости от числа шагов сетки построен в двойном логарифмическом масштабе. Масштаб удобен тем, что степенной сходимости соответствует прямой линии, причем наклонный прямой равен порядку точности. Темными маркерами на рисунке слева показаны погрешности, соответствующие бекомпактной схеме. Видно, что при изгущении сеток, то есть при увеличении n, погрешность убывает. И начиная уже с сетки примерно в 20 узлов, эта кривая становится прямой, и наклон ее равен минус 2. То есть это соответствует теоретическому второму порядку точности. Для сравнения проводился расчет этой же задачи по методу конечных элементов. Использовались те же специальные сетки, что и при расчете по бекомпактной схеме. В данной работе использовался пакет FreeFem, в котором реализованы различные варианты метода конечных элементов. Рассматривались лагранжевые элементы первого и второго порядка, пузырьковые конечные элементы первого порядка и разрезованные конечные элементы первого порядка. И соответствующие погрешности показаны на рисунке с светлыми маркерами. Видно, что для этих типов конечных элементов погрешность велика, то есть относительная погрешность примерно в 10 раз превышает само решение. И также видно, что при сгущении сеток погрешность не убывает, то есть сходимость отсутствует. Таким образом, предлагаемая бекомпактная схема на специальных сетках позволяет проводить расчеты решений сильными разрывами. Методы конечных элементов, рассмотренные на этом графике, не позволили решить эту задачу. Переходим к следующей тестовой задаче. Это спектр отражения одномерного фотонного кристалла. Это важная для приложения одномерная задача. Теперь рассмотрим фотонный кристалл, составленный из 7 пар слоев. Силициум О2, заданный толщиной 160 нм, и тантал-2О5 толщиной 112 нм. Поверх последнего слоя тантал-2О5 был нанесен еще один слой силициум О2 толщиной 260 нм. Фотонный кристалл находился в воздухе, то есть слева от самого левого слоя воздух, справа от самого правого слоя тоже воздух. Из z равного минус бесконечности на этот фотонный кристалл нормально падает плоская монохроматическая волна. Сама структура изображена на рисунке слева в виде зависимости ε от z. Материальные параметры, то есть зависимость диалетерической проницаемости от длины волны, бралась из хорошо известной библиотеки Refractive Index. Внизу слайда приведена ссылка на оригинальную экспериментальную работу, в которой проводились измерения этих ε. Это показано на рисунке справа в виде зависимости ε от длины волны. Здесь жирные линии это тантал-2О5, тонкие силициум О2, сплошные линии соответствуют вещественной части ε, а штриховые 1000 умножить на мнимую часть ε. Прошу прощения, на слайде опечатка. Были вычислены спектры отражения и прохождения от этой структуры. Отмечу, что спектр отражения вычислялся исключительно для проверки схемы, и понятно, что при нормальном падении отражения измерить очень-очень сложно, реально измеряется прохождение, но просто для большей представительности вычислялся отражения. Эти спектры приведены на слайде слева отражения и справа прохождение. Расчеты по бекомпактной схеме показаны тонкой сплошной линией. Видно, что в спектре имеется запрещенная зона, в которой фотонные кристаллы работают практически как зеркало. Слева и справа от запрещенной зоны имеются максимумы прохождения с прохождением практически единицы. Для сравнения, расчет этой задачи выполнялся по методу матриц рассеяния. Соответствующая ссылка приведена внизу слайдом. Расчет по методу матриц рассеяния показан в пунктирной линии. Видно, что этот расчет практически неотличим от расчета по бекомпактной схеме. Расхождение не превышает 0,1%, что соответствует погрешности собственно сеточного расчета. При дальнейшем вгущении сеток это расхождение уменьшается. Ну и этот тест достаточно сложный, но он является хорошей представительной проверкой предлагаемой схемы. Переходим к нестационарной задаче и дадим ее физическую постановку. Рассмотрим плоскопараллельный рассеиватель, состоящий из кубольшой пластин, диэлектрических либо проводящих. Внутри пластин материал может быть неоднородным, то есть ε, μ, σ, зависит от z. На границах раздела эти величины изменяются скачком. Многие актуальные материалы, такие как кремния, германия, тантал и их оксиды, имеют частотную дисперсию диэлектрической проницаемости. Эффекты обусловленной пространственной дисперсии, то есть деформацию волнового фронта, многомодовые режимы и так далее, будем считать пренебрежимо малыми. Эти эффекты выходят за рамки данной работы. На самом деле это приближение действительно справедливо для задач фотоники и плазмоники. Если обратиться к задачам физики плазмы, то это приближение верно для холодной плазмы, в которой тепловым движением зарядов можно пренебрежь. Пусть имеются внешние и объемные поверхностные токи, которые являются импульсами по времени. То есть они содержат не одну частоту, а спектр частот. Далее, пусть на рассеивателе нормально падает волновой пакет слева, волновой пакет справа с заданными огибающими и заданной несущей частотой. Таким образом, решение задачи является не монохроматическим, а содержит спектр частот. И такую задачу мы условились называть нестационарной. Она встречается в ряде важных приложений, таких как моделирование исходчевых устройств, устройств фото-вольтайки, сверхбыстрые процессы в плазмонных оптических структурах, например, релаксация поверхностных волн и ряде других. Приведем математическую постановку задачи. Она включает в себя, во-первых, нестационарные уравнения Максвелла. Мы их записываем, как и в стационарном случае, в интегральной форме, чтобы автоматически по построению получить консервативную схему. Далее, постановка задачи включает в себя условия излучения на границах расчетной области. Здесь F0 и Fa – это временные развертки импульсов, падающих с двухсторонного рассеивателя. Эти условия интерпретируются так же, как в стационарном случае. То есть вне рассеивателя поле является суперпозицией падающей отраженной волн. Причем волна в сторону увеличения координаты z зависит от аргумента z-ct, а волна, движущаяся в сторону уменьшения координаты z, зависит от аргумента z-ct. То есть это автомодельные решения. Пользуясь этим, составим такие комбинации производных поля по z и по t, чтобы падающая волна осталась, отраженная сократилась. И это позволит создать непосредственно падающие волны слева и справа. Наконец, постановка задачи включает условия сопряжения на границах раздела сред. Они выглядят точно так же, как в стационарном случае. И кроме того, добавим начальные условия. Будем считать, что в начальный момент времени поля нулевые. Для этой задачи наиболее работоспособны сеточные методы. Такие как методы конечных разностей, конечных элементов и конечных объемов во временной области. Обзор этих методов привезен в книгах Инана, Тафлова. Большое количество работ и прикладных расчетов выполнено в школе Сойфера, а также в школе Свешникова-Боголюбова. Подавляющее большинство методов этого класса сводится к схеме с перешагиванием, которая была предложена Е в 1960 году. При расчетах задач в славистых средах этот класс методов сталкивается с двумя основными трудностями. Первое – это падение точности на границах раздела сред. Во-вторых, это необходимость учитывать частотную дисперсию. В существующих методах конечных разностей, конечных элементов, конечных объемов во временной области учет дисперсии – это значительная проблема, потому что существующие подходы вносят заметную погрешность. Даже не столько математическую, сколько физическую. В данной работе предложен новый метод учета частотной дисперсии. Он был назван методом спектрального разложения. Основная идея заключается в следующем. При распространении волнового пакета в линейной среде частотной дисперсии каждая гармоника, содержащаяся в этом волновом пакете, для нее реализуются свои εμ и, соответственно, свои скорости распространения. Поэтому пакет необходимо разбить на монохроматические компоненты. Для каждого из этих компонентов решить свою стационарную задачу со своими εμ и σ и затем просуммировать полученные решения, то есть выполнить обратное преобразование фурии. Поэтому метод заключается в следующем. Выполним численно преобразование фурии падающих волновых пакетов, объемных поверхностных токов по формуле трапеций. Для каждой частоты получим свои амплитуды источников поля, то есть падающих волновых пакетов и объемных поверхностных токов. С помощью бекомпактной схемы решим соответствующий набор стационарных задач, каждый из которых соответствует своей частоте, и получим спектральную амплитуду компонент поля. От них выполним обратное преобразование фурии, то есть по сути просуммируем их по всем частотам. Для вот этой схемы доказана сходимость со вторым порядком точности по всем переменам z, ω и t и проведено тестирование на задачах с обобщенными точными решениями. Приведем пример тестового расчета. В качестве такого примера рассмотрим задачу о поверхностном токе в нестационарной постановке. То есть рассматривается граница раздела, расположенная в точке z равно b, слева от нее воздух, справа диэлектрик с заданными ε. Падающие волновые пакеты и объемные токи отсутствуют, а по границе раздела бежит поверхностный ток заданного вида, имеющий характер импульса, с заданной несущей частотой. Он излучает импульсы в обоих направлениях оси z. Точное решение этой задачи выписано на слайде. Найти его в литературе не удалось. По-видимому, оно является новым. Смысл этой задачи такого же, как в стационарном случае, то есть это переизлучение метаповерхности на границе раздела левого очень тонкого металлического наполения. На этом слайде показан вид решения в несколько последовательных моментов времени. Левый верхний рисунок – это момент, когда ток еще не начал излучать, то есть поля нулевые. Средний рисунок сверху – это момент, когда ток уже начал излучать, и амплитуда тока увеличивается. Ток модулирован гауссово-огибающий, и это момент времени, приходящийся на нарастающий склон этого гауссовой шапочки. И видно, что реальные мнимые части поля H имеют сильный разрыв, а мнимая часть поля E слабый. В левый и вправо начинают распространяться импульсы. Ситуация на правом верхнем графике соответствует максимуму амплитуды тока. Здесь реальная часть поля H имеет сильный разрыв, мнимая часть поля H и мнимая часть поля E имеют слабый разрыв. Далее, левый и нижний график – это момент, когда амплитуда тока уменьшается. Здесь видно, что реальная мнимая часть поля H имеет сильный разрыв, а мнимая часть поля E слабый. Средний и нижний рисунок – это тот момент, когда ток уже практически перестал излучать, импульс влево в воздух уже успел убежать, импульс вправо в диэлектрик еще не до конца убежал. И, наконец, правый нижний рисунок – это когда импульсы уже убежали, и поле снова стало нулевым. Таким образом, решение этой задачи имеет сильные и слабые разрывы, и это действительно представительный сложный тест для численного метода. Расчет проводился на нескольких сгущающихся сетках, причем сгущение проводилось по всем переменам одновременно, и по Z, и по частоте оммика, и по времени t. Например, первая сетка содержала 10 шагов по каждой из переменных величины шагов дельта Z, дельта T, дельта оммика. Вторая сетка содержала по 20 шагов величины дельта Z пополам, дельта T пополам, дельта оммика пополам и так далее. При этом все сетки по Z были специальными. Сетки по T и оммика были для простоты взяты равномерными. На каждой сетке вычислялась погрешность каждого из полей, как норма разности численного решения и точечного решения. Затем вычислялась усредненная погрешность, равная полусумме погрешностей E и H. Эти погрешности построены на рисунке слева, в виде зависимости погрешности от числа шагов по каждой из координат. График дан в двойном логарифмическом масштабе, то есть степенной исходимости соответствует прямая линия и наклон равен порядку точности. Темные маркеры – это погрешности по бекомпактной схеме. То есть видно, что по мере сгущения сеток эта погрешность убывает, и скорость убывания погрешности соответствует второму порядку точности. Для сравнения был выполнен расчет по схеме конечных разностей во временной области, и в DTD, которые обычно называют классическую схему E. Видно, что при сгущении сеток погрешность, во-первых, велика, составляет порядка 200%, и во-вторых, эта погрешность не убывает при уменьшении шага сетки, то есть исходимости отсутствует. Таким образом, схема E конечных разностей во временной области с такой задачей не справляется. Бекомпактная схема E имеет спектрального разложения и с такой задачей справились без особенных проблем. Переходим к следующей задаче. Наклонное падение плоской волны на плоскопараллельный рассеиватель. То есть до сих пор рассматривалось нормальное падение монохроматической волны либо импульса. Теперь переходим к случаю наклонного падения. Начнем с физической постановки задачи. Рассматривается плоскопараллельный рассеиватель, состоящий из К-большой пластины, электрических липопроводящих. Внутри пластины материал может быть неоднородным, то есть ε, μ, σ могут зависеть от координаты z. Имеет место частотная дисперсия, то есть ε, μ и σ зависят от частоты поля. Эффекты пространственной дисперсии считаем пронебрежимы малыми. На эту структуру наклона под углом α падает плоская линейная поляризованная волна. В стационарной постановке это волна монохроматическая, в нестационарной постановке это импульс. Будем считать, что внешние токи отсутствуют. При этом в проводящих пластинах возникают объемные индуцированные токи G. Для простоты будем считать, что поверхностных токов нет. Такая задача также возникает в пазмонике, интегральной фотонике, фотовольтайке и ряде других. Математическая постановка включает уравнения Максвелла, стационарные либо нестационарные, условия сопряжения на границах раздела сред, двумерный аналог условий излучения на границах расчетной области и для нестационарной задачи начальные условия. Напомним, что при наклонном падении возможно две поляризации падающей волны. Если вектор Е перпендигулярен плоскости, образованной волновым вектором падающей отраженной волн, то такая волна называется S-поляризованной. В этом случае вектор Е имеется Y-компонента, а у вектора H есть X и Z-компоненты. Эта ситуация показана на рисунке слева. Волна называется P-поляризованной. Если вектор Е лежит в плоскости, образованной волновым вектором падающей отраженной волн, тогда поля как бы меняются местами. У Е имеется X и Z-компонента, у поля H только Y-компонента. И эта ситуация показана на рисунке справа. Будем считать, что падающая волна является либо S-поляризованной, либо P-поляризованной. Именно этот случай актуален для перечисленных приложений. Теперь о методах, которые применяются для таких задач. Для оптической задачи, в которых пластины диэлектрические, однородные, а падающее излучение является монохроматическим, лучшими являются матричные методы. Напомню, что они дают точные решения этой задачи. В остальных случаях используют сеточные методы, причем в двумерной реализации. Для стационарной задачи применяют методы конечных разностей, конечных элементов в частотной области. Для нестационарной задачи используют методы конечных разностей, конечных элементов и конечных объемов во временной области. При этом возникают те же самые трудности, что и при нормальном падении, то есть ухудшении точности на границах раздела и погрешность, вызванная учетом частотной дисперсии материалов. В данной работе предложен подход, который позволяет свести эту задачу, фактически двумерную, к одномерной. Он состоит в интегрировании уравнений Максвелла вдоль направления распространения падающей и преломленной волн, то есть вдоль оптического луча. Это позволяет использовать одномерные бекомпактные схемы и преодолевать трудности, возникающие у известных методов. Мы назвали этот подход методом оптических путей. Этот подход опирается на работу коллектива Доброхотова из Института прикладной механики РАН и МФТИ. Доброхотов и его сотрудники предложили проводить интегрирование гиперболических задач вдоль направления распространения колебаний. При этом задача решалась в два этапа. На первом этапе вычислялись лучевые траектории с использованием вариационного принципа. На втором этапе вдоль найденной лучевой траектории рассчитывался фронт волны. С помощью этого подхода Доброхотов и сотрудники проводили расчеты коротковолновых радиотрасс, распространение океанских волн и ряда других актуальных прикладных задач. При этом задачи, которые они рассматривали, были в среде с плавно изменяющимися свойствами. То есть не было границ раздела. И соответственно не возникало переотражений. В данной работе построен похожий подход, применительно как с задачей электродинамики в слоистой среде. То есть с границами раздела и с возникающими переотражениями. В качестве пространственной координаты выберем направление распространения луча. Его можно найти из принципа Ферма. При наших предположениях об отсутствии пространственной дисперсии этот принцип справедлив. Согласно принципу Ферма, время распространения света должно быть минимальным. Если среда неоднородная, то лучевая траектория оказывается искривленной. При этом лучевая траектория отраженной волны, зеркально-симметричная траектория падающей волны, относительно нормальной границы раздела. В простейшем случае, если рассеиватель составлен из однородных, изотробных диэлектрических пластин, лучевую траекторию можно найти из законов преломления отражений. Построить явным образом. В каждом слое рассеивателя поле Е – это суперпозиция падающей отраженной волны. Поскольку, как отмечал, лучевые траектории этих волн симметричны, то векторы Е в падающей отраженной волны образуют одинаковые углы с осями координат. Поэтому проекции суммарного поля Е на оси Х и З определяются суммой комплексных апплекс тут поля Е в падающей отраженной волны. И эту сумму и выберем в качестве неизвестной функции. И аналогично поступим для поля H. Таким образом, для каждого поля неизвестными функциями являются не две проекции на оси координат Х и З, а сумма комплексных амплитуд падающей отраженной волны. Выполним переход к лучевой траектории. Это можно трактовать как локальный поворот системы координат. Уравнение Максвелла инвариантно относительно такого поворота. Поэтому достаточно модифицировать условия сопряжения на границе раздела сред. Условия сопряжения для тангенциальных компонент полей привезены на слайде. Здесь имеется в виду, что среда 1 расположена до границы раздела, а среда 2 после границы раздела. Угол альфа это угол падения на данную границу раздела, угол бета это соответственно угол преломления. По сравнению со случаем нормального падения добавляется только множители косинус альфа и косинус бета. При этом в бекомпактной разностной схеме условия сопряжения непосредственно записываются, учитываются, и поэтому достаточно их модифицировать таким образом, как показано на слайде. Кроме того, после перехода к координате вдоль лучевой траектории эффективная толщина пластины отличается от ее физической толщины. Ну, свет идет под углом через эту пластину, и соответственно у него другая оптическая толщина. Потребуем, чтобы пластина эффективной толщины обеспечивала правильный набег фазы волны. Чтобы определить этот набег фазы, рассмотрим наклонное падение плоской волны на плоскопараллельную пластину, то есть на троферометр фабрики РОМ. На слайде приведена разность фаз у волны, которая падает на эту пластину, и у волны, которая однократно прошла через пластину туда, отразилась и вернулась обратно. И чтобы обеспечить такую же разность фаз при движении вдоль лучевой траектории, заменим физическую толщину на эффективную. То есть вместо h возьмем h косинус бутер. Тогда пластинка эффективной толщины будет давать такой же спектр отражения, что и исходная пластинка при наклонном падении. Если имеется несколько пластин, то, соответственно, каждую из них заменяем такой эффективной толщиной. Таким образом, исходная задача о наклонном падении, которая является двумерной, эквивалентна одномерной задачи о падении суммарных комплексных амплитуд полей Е и H на рассеиватель, составленный из пластины эффективной толщины с выписанными на слайде условиями сопряжения. Теперь составим растутную схему для такой эффективной одномерной задачи. Отметим, что сумма комплексных амплитуд падающей отраженной волн использует разрыв на границе раздела сред. И для классических разностных схем это представляет значительную трудность. Использование бекомпактных схем позволяет эту трудность легко преодолеть. На слайде записана бекомпактная схема для стационарной задачи в случае S-поляризации. Она содержит 4N-уравнение. Аналогично записывается разностная схема для P-поляризации. Для этого достаточно заменить условия сопряжения, которая здесь отмечена звездочкой. В нестационарном случае применяем метод спектрального разложения и сводим нестационарную задачу к набору стационарных задач, для каждой из которых записываем бекомпактную схему. Таким образом, преимущество этого подхода заключается в следующем. Во-первых, за счет использования бекомпактных схем и метод спектрального разложения удается избежать потери точности на границах раздела средств. Во-вторых, двумерная задача решается с помощью одномерного кода, который менее трудоемок в вычислительном плане, чем двумерный код. При этом этот подход расширяет область применимости бекомпактных схем. Теперь переходим к тестированию описанного метода. В качестве тестовой задачи рассмотрим фотонный кристалл, состоящий из 7 пар слоев силициума 2, толщиной 130 нм и тантал 2,5, толщиной 92 нм. Из z равного минус бесконечности на этот фотонный кристалл наклонно падает плоская монохроматическая волна под углом 45 градусов. На рисунке справа показана зависимость дилектрической проницаемости ε от координаты z для фиксированной длины волны. В вертикальной линии границ разделов слоев, а стрелка как раз показывает направление распространения падающей волны. Эта структура использовалась в экспериментах, которые проводились в лаборатории профессора Федянина на физическом факультете МГУ. Ссылка на оригинальную работу приведена внизу слайда. Были вычислены в данной работе спектр отражения и прохождения этой структуры и было проведено сравнение расчетов с методом матриц рассеяния. Начнем со случая эсполяризации. На рисунке слева показан спектр отражения, справа спектр прохождения. Хорошо видно запрещенная зона в диапазоне длинного от 600 до 850 нанометров. В этом диапазоне фотонный кристалл является по сути зеркалом. Тонкая сплошная линия это расчет по бекомпактной схеме, пунктир это расчет по методу матриц рассеяния. Видно, что спектры найденные этими двумя методами практически совпадают. На выбранной сетке, на которой проводилось сравнение, расхождение не превышало 0,1%. При дальнейшем выгущении сеток расхождение уничтожилось. Аналогичная картина имела место для P-поляризованной волны. Соответствующий спектр отражения и прохождения показано на слайде. Ну и здесь результат аналогичный случай из поляризации. В идеальном фотонном кристалле, который рассматривался в только что предъявленных расчетах, границы раздела слоев являются параллельными плоскостями. То есть во всех точках фотонного кристалла толщина слоев одинаковая. В реальном фотонном кристалле из-за технологических ограничений толщина слоев оказываются различными. То есть по сути они флуктуруют толщины слоев. Эти флуктуации составляют несколько процентов от размера рассеивателя. И они вносят существенные искажения в спектр отражений и прохождения. Для учета этих флуктуаций в данной работе предложен метод, так называемый метод виртуального эксперимента. Его суть заключается в следующем. Пусть один из параметров задачи, обозначим его А, известен с ошибкой сигма А. То есть это ошибка и здесь флуктуация этого параметра. В одной точке фотонного кристалла толщина одна, в другой точке толщина другая и так далее. Будем считать, что этот параметр является нормальной распределенной случайной величиной. Математическое ожидание обозначим через А0, а стандартные отклонения через сигма А. Результат расчетов, например, спектр отражения зависит от реализации параметра А. И чтобы учесть флуктуацию параметра, усредним решение по распределению П от А этого параметра А. В качестве примера на слайде приведена формула для среднего коэффициента отражения. Доверительный интервал сигма Т является оценкой погрешности расчета, вызванной погрешностью заданий параметра А. Описанную процедуру можно интерпретировать следующим образом. Вся поверхность фотонного кристалла разбивается на участки, соответствующие фиксированным примерно постоянным толщинам слоев. В рамках одного участка толщина каждого слоя постоянно и изменяется при переходе к соседнему участку. Далее суммируются отклики от этих участков и этот суммарный отклик определяет отклик фотонного кристалла в целом. Отмечу, что параметр А может иметь разную природу. Может быть это геометрические размеры элементов структуры, неоднородность и плотность, которые приводят к локальным флактуациям показателей преломления, угловое расхождение падающего пучка и так далее. И предлагаемый подход позволяет единообразно учитывать эти факторы. Для рассматриваемого фотонного кристалла доступны экспериментальные несмеренные спектры отражений для объект поляризации. Эксперимент проводился в коллективе Федяйнам на физическом факультете МГУ. Экспериментальные спектры показаны на графиках жирными зелеными линиями. Слева S-поляризация, справа P-поляризация. Эти спектры отличаются от расчетных спектров идеального фотонного кристалла, которые показывались на предыдущих слайдах. Вместо нулей отражения возникают ненулевые минимумы, ширина которых увеличена по сравнению со случаем идеального фотонного кристалла. Чтобы учесть влияние флуктуации толщин слоев, применим метод виртуального эксперимента. Будем считать, что толщины слоев имеют систематическую погрешность и случайную погрешность. Систематическую погрешность примем одинаковая для всех слоев. Она приводит к смещению минимумов спектра отражений. Случайная погрешность различна у разных слоев. Она приводит к уширению минимумов и их подъема над осью абсцесс. На рисунках тонкой линии показан расчет, в котором систематическая погрешность принята равной 3 нанометрам, а случайно 3,5 нанометрам. Такие значения разумно согласуются с экспериментальными оценками флуктуации толщин слоев, полученными с помощью эллипсометрии. Вот там характерная точность изготовления 4,5 нанометра. Пунктированные линии на графиках это границы доверительного интервала, соответствующие двум стандартным уклонениям. То есть это оценки точности, обусловленные наличием этих флуктуаций. Ну и видно, что положение экстремумов в расчетном экспериментальном спектрах совпадает с точностью 1,2%. Сами значения отражения передаются с точностью в основном 1,4% и изредка погрешность увеличивается до 10%. На самом деле это расхождение соответствует характерной точности эксперимента. Также отмечу, что практически вся экспериментальная кривая лежит внутри доверительного коридора вокруг расчетной кривой. Это означает, что расхождение расчета эксперимента объясняется той погрешностью, которая внесена флуктуацией металлической слоем. Таким образом проведенные расчеты хорошо согласуются с экспериментальными результатами и это подтверждает правильность предложенных методов. Переходим к следующей задачи, расчету динамики Блоховской поверхностной волны. Эта задача важна для приложения, поскольку Блоховская поверхностная волна может рассматриваться как носитель сигнала в оптических вычислительных устройствах. От нее требуется максимально возможное время жизни. При этом, чтобы волну можно было наблюдать в эксперименте, интенсивность ее свечения должна быть достаточно большим. Рассматриваются фотоны-кристалл, состоящие из 7 пар слоев силициуму-2 160 нм, тантал-2о5 112 нм. Поверх последнего слоя тантал-2о5 нанесен слой силициуму-2 толщиной 260 нм. Фотонный кристалл расположен на границе раздела между стеклянной призмой и воздухом. Показатель преломления призмы 1,51, а между фотоном-кристаллом и призмой находится слой иммерсионного масла с показателем преломления 1,49. Из призмы на фотонный кристалл наклонно падает лазерный импульс, то есть это не стационарная задача. Спектром этого импульса является гауссовым. Центральная длина волны принимается равная 800 нм, а ширина 30 нм. Волна линейная, поляризованная, плоская и имеет эсполяризацию. С точки зрения физики, что происходит в этой структуре? На границе раздела между последним слоем силициума-2 и воздухом возникает полное внутреннее отражение. В фотонном кристалле формируется связанное состояние, которое называется Блоховской поверхностной волной. Эта волна распространяется вдоль границ раздела. Воздух амплитуда поля энергии экспоненциально бывает из-за полного внутреннего отражения. Большая часть энергии волны заключена в самом правом слое силициума-2 и волна излучает право энергии и, соответственно, теряет энергию. Поэтому время жизни такого связанного состояния оказывается конечным. Напомню, что временем жизни называется то время, за которое интенсивность свечения этого состояния изменяется в Е-раз. Задачей данного раздела является расчет времени жизни связанного состояния и исследований зависимости времени жизни от толщин слоев фотонного кристалла. Спектры отражения связанного состояния соответствуют резонанс, то есть узкий провал. Площадь резонанса на графике пропорциональна энергии падающего эмбульса, которая закачена в это связанное состояние. На рисунке сверху приведены рассчитанные спектры отражения для четырех углов 43, 44, 45 и 46 градусов. Это четыре значения угла падения. Флуктуации толщины слоев в этом расчете не учитывались, потому что они зависят от конкретной реализации образца. На спектрах хорошо видны узкие резонансы. Вне резонансов отражение практически полное. Видно также, что при увеличении угла падения резонансная длина волны уменьшается, то есть резонанс помещается влево. При этом добротность резонанса увеличивается, становится более узким и более глубоким. Поэтому можно ожидать, что при угле 43 градуса время жизни будет наименьшим, а при угле 46 градусов будет наиболее. Для этой задачи доступно одно экспериментальное измерение спектра отражения. Даже не коэффициент отражения, а спектр отраженного импульса. То есть он не нормирован на спектр падающего импульса. И эта величина приведена на рисунке внизу. Точки это экспериментальные измерения с соответствующими погрешностями, кривая это расчет. Эксперимент выполнен в коллективе Федягина. Видно, что расчетный спектр согласуется с экспериментальными измерениями. Это подтверждает адекватность используемых табличных данных для электрических проницаемостей Силитсума-2 и Тантал-2-5. Время жизни связанного состояния определяют по кросс-корреляционной функции. Она равна свертке интенсивности отраженного и падающего импульсов. Соответствующая формула приведена на слайде. Здесь Т это временной сдвиг этих двух импульсов. На верхнем рисунке показан качественно типичный вид временной развертки интенсивности падающего и отраженного импульса. Падающий импульс красный, отраженный импульс это черная сплошная линия. Видно, что отраженный импульс во временная развертка является несимметричным. Его правое крыло затухает гораздо медленнее, чем левое экспоненциально. И вот это экспоненциальное затухание как раз соответствует излучению плотовской поверхностной волны. Поэтому кросс-корреляционная функция, как свертка этих двух графиков, имеет гауссовую макушку и экспоненциально затухающий хвост. Причем пропорционален E в степени минус T поделить на tau, где tau это время жизни поверхностной волны. И значит в полулогарифмическом масштабе кросс-корреляционная функция это пропорционическая макушка и прямая, прямой хвост справа. Вот этот прямой хвост справа и есть излучение плотовской поверхностной волны. И по наклону этого хвоста мы определяем время жизни. Собственно именно так проводятся эксперименты по измерению времени жизни. в реальных фотонных кристаллах. Их определяет по кросс-корреляционной функции. Отмечу также, чтобы поверхностную волну можно было уверенно обнаружить в эксперименте, излучение должно быть достаточно сильным. В качестве количественной характеристики яркости примем значение кросс-корреляционной функции в начале вот этого прямолинейного участка соответствующего излучению поверхностной волны. это значение обозначим через C0. И наименьший C0, при которых волну удается заметить в эксперименте, составляет от 10 в степени минус три с половиной до 10 в степени минус три. То есть порядка 0,1% от максимальной интенсивности поверхности ванга. На нижнем рисунке показана зависимость кросс-корреляционной функции от временного сдвига для различных углов падения. График построен в полу-логарифмическом масштабе. Ширном выделен тот участок графика, по которому определялось время жизни. Значения времени жизни приведены внизу слайда. Видно, что волна является детектируемой прямо по графику при углах 43, 44, 45 градусов. При угле падения 46 градусов волна очень слабая. Видно также, что за увеличением угла падения время жизни увеличивается и достигает примерно 1500 фемтосекунд для угла 45 градусов. Отмечу, что такое время жизни примерно в 50 раз превосходит времена жизни тамовских состояний в исследованных ранее плазмонных структурах. Поэтому полностью электрические фотонные кристаллы, в которых реализуется поверхностная волна блохов, являются перспективными для технических приложений. Для приложения нужно найти такие толщины слоев фотонного кристалла, при которых время жизни волны является наибольшим при хорошей детектируемости в эксперименте. Для этого мы провели расчет кросс-корреляционной функции и времени жизни поверхностной волны при различных толщинах слоев фотонного кристалла. Огол падения принимался равным 45 градусов. На рисунке справа приведена зависимость десятичного логарифма c0, то есть это количественные характеристики яркости, и времени жизни в зависимости от толщины слоев фотонного кристалла. Значит, по горизонтали откладывается толщина силициума 2, по вертикали толщина тантал 2O5. И величины tau, то есть время жизни показаны сплошными линиями красными, величина логарифма c0 показана пунктирными линиями. Видно, что tau достаточно сильно зависит от толщины слоев силициума 2, и сравнительно слабо от толщин слоев тантал 2O5, то есть изолений близки к вертикальным. Отмечу, что нахождение максимума времени жизни при сформулированных условиях на детектировании волны, это может рассматриваться как задача на условный экстремум, с условием типа неравенства, которое сформулировано на слайде. Эта задача сложна, потому что множество ограничений не задано аналитически, а само является результатом расчета. мы эту задачу решили графическим методом, поскольку наибольшее время жизни достигается на границе области допустимых значений толщин, а строгое решение этой задачи выходит за рамки данной работы. На слайде показана точка маркер, это наилучший толщин, обеспечивающий наибольшее время жизни при детектируемости в эксперименте значение логарифма С равное минус три с половиной. То есть тот предел, при котором ее вообще можно заметить. Соответствующее время жизни составляет примерно 2300 фемтасекунд, это почти в 80 раз больше, чем в тамовских состояниях, но и на слайде приведены оптимальные толщины слоев то 76 нанометров и 114 нанометров. Экспериментально такие долгоживущие состояния в диэлектрических фотонных кристаллах еще не реализованы. И полученные результаты могут использоваться при планировании таких экспериментов. На этом слайде приведены наиболее значимые публикации по написанным результатам. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересно, насыщенно и содержательно. Я впечатлен. вопрос. А у кого из слушателей имеются вопросы или замечания? У меня есть парочка. Пожалуйста, конечно. Но я могу быть не первым, если у кого-то еще есть. ты вызвался говори, ничего, остальные в это время сформулируются. Хорошо. Я тогда начну с небольшого замечания, я его говорил на прошлом докладе, когда в самом начале не нарисована структура, а про нее начинается объяснение, в какую сторону киосе направленное, воспринять это категорически сложно по-прежнему. Но потом есть структура, но в самом начале вот этого немножко не хватило. Это небольшое замечание. Значит, я бы тогда начал по порядку. Значит, Александр, вот у вас в постановке задачи написаны условия, которые значит да, вот они тут, к сожалению, не обозначены номером, но вот условия излучения на границах расчетной области. Вот занимаясь волноводами, я бы назвал это парциальными условиями излучения, а вот правильно ли будет здесь их также назвать? Или это какие-то другие, или это неправильная формулировка? Это совершенно правильная формулировка, они действительно очень похожи на условия излучения Свешникова, но условия Свешникова записываются для дискретного набора волноводных мод, для каждой из них, ну а здесь написано для, ну в каком-то смысле, в кавычках непрерывного спектра падающего излучения, которое вы как хотите, так и очень похожие вещи, и собственно на них я ориентировался, когда их выписывал. Ага, все, понятно. Если можно, еще парочка, значит, тоже небольших вопросов. Я вот так смотрел на все расчеты, которые проводились, мне, во-первых, в самом начале написана система уравнения Максвелла, очевидно, что решение это вектор функции, векторные поля, вообще говоря, а вот на всех графиках численных расчетов приведены, то есть я там какой-то векторности не увидел, ощущение, что в начале векторности, а потом решается скалярная задача. Вот не могли бы пояснить это так или не так? Выбираем суси координат так, чтобы волновой вектор был направлен по оси Z, вектор E по оси X, вектор H по оси Y. Ну, и, соответственно, они остаются направленными по этим осям, и у вектора E одна компонента, у вектора H тоже только одна компонента. Это при нормальном падении? Да, да, при нормальном. При наклонном падении вот на картинке я показывал, как они вот здесь, вот как они направлены в случае S поляризации и P поляризации. То есть S поляризация у поля E одна компонента на нас из плоскости чертежа, поля H две компоненты. В P поляризации наоборот. H с одной компонентой и E с двумя компонентами. То есть вы решаете задачу, в которой TE и TM мода, ну, либо S и P поляризации разделяются? Да, то есть я считаю, что задана либо одна, либо другая смешанных нет. Ну, на самом деле в тех прикладных задачах, в тех экспериментах, с которыми довелось иметь дело, оно именно так и было. То есть там ребята задавали просто S поляризованную волну своего лазера и все. В связи с этим вот назревает такой вопрос. Ощущение, что идет некая стрельба чем-то достаточно мощным в какие-то более простые задачи. То есть вроде как векторная задача изначальная, но на самом деле она по идее формулируется как скалярные задачи, но решается как векторная. Ощущение, что это какое-то такое сильное усложнение своей работы. Вот я вот здесь действительно не понял. То есть во всех примерах задачи как бы скалярные на самом деле. Ну, фактически да, там по одной компоненте. Только отмечу, что вот при наклонном падении мы ну, по сути, сами вводим эту скалярность, говоря, что мы вместо двух компонентов, допустим, поля H в случае споляризации рассматриваем суммарную комплексную амплитуду, одну величину. То есть как бы сами скаляризуем в кавычках. Понятно, но это немножко, конечно, смущает. А можно показать графики сравнения за счетом где сходимости были под любые? Ну, вот, например, нестационарная задача о поверхностном токе. Так, у меня слайд не перелет сейчас. Да, вот здесь назревает такого рода вопрос. Вот здесь написано, что дельта Е, дельта H это точное решение минус то, что вы получили. Возникает вопрос, а что дадут численные оценки, когда вы одно численное с другим численным сравниваете? С точным как бы легко сравнивать, но в сколько угодно прикладной задачи у вас точного, как правило, нет. Так что, вот, есть ли какие-то оценки, например, по Ричардсону, которые показали бы, вот, какой график они дают? Они есть, но просто, чтобы не загромождать доклад, я не стал их приводить. А так, конечно, проводились расчеты с контролем о пастериорном по сгущению сеток, с применением метода Ричардсона, и при сгущении сеток оценка по Ричардсону прилипает к погрешности относительно точного решения. То есть, две кривые на этом графике сливаются, но, на самом деле, оценка является симптоматически точной. То есть, в предлагаемых методах это используется и работает. Так, в принципе, понятно. Так, и у меня еще пара вопросов есть. Значит, вот в последнем разделе работы вы говорили слова про доверительный интервал. Мне крайне интересно, как же вы, к какому методу вы вычисляли доверительный интервал столь сложной модели? Каким методом оценивался? Этот метод приведен на слайде. На всякий случай, видимо, надо еще раз проговорить. Мы фактически проводим не один расчет при фиксированных толщинах слоев, а пачку расчетов, в которых толщина слоев является случайными величинами с некоторым средним и некоторым стандартным уклонением. Затем вычисляется средний. Но можно вычислить средний, а можно вычислить и средний квадратичный уклонение этих результатов расчета. Вот это средний квадратичный уклонение и даст оценку доверительного интервала для средней кривой. То есть вычисляем среднее, допустим, отражение, вычисляем средний квадрат отражения и вычисляем σt как корень квадратный из среднего квадрата и минус квадрат среднего. Но это оценка дисперсии, это недоверительный интервал. Ну, на самом деле, если у вас имеется оценка, соответствующая двум стандартным уклонениям, то ваша истинная кривая находится внутри с вероятностью 95%. Если распределение нормальное, правильно? Мы предполагаем, что оно нормальное. Ну, на самом деле, то есть у вас совершенно большое количество мелких флуктуаций, и это некоторое модельное предположение. Проверять которое обязательно нужно, ну вот я его проверял на паре конкретных экспериментов. Ну, в принципе, все, у меня закончились вопросы. Спасибо, спасибо, Дмитрий, спасибо, Александр. Еще какие-то вопросы есть? Замечания? Как-то все очень пассивно. Можно я попробую? Да, Михаил Дмитриевич, просим. Ну, я не скажу ничего нового относительно того, что я уже не раз говорил. Меня очень смущает пассаж про метод конечных элементов. Дело в том, что программа FreeFM++ рассчитана на двумерные задачи. И тот график, который показывает, на мой взгляд, говорит только об одном. Автор не смог написать программу в этой системе. И делать отсюда далеко идущие выводы о том, что метод конечных элементов не работает, мне кажется крайне преждевременным. Ну, я это уже не раз говорил, как бы вот. Я не вижу вообще какого-то смысла в этом пассаже, в этом докладе. Ну, поскольку он прозвучал, я не могу не все-таки отреагировать. Мне кажется, ругать чужие методы вот так не совсем правильно и не совсем корректно. В методе конечных элементов, вернее, в его реализации FreeFM, расчетная область создавалась в виде прямоугольника, у которой по одной координате было число узлов, ну, то, которое мы хотим по координате z, по другой координате был один интервал. То есть это были, по сути, прямоугольнички, которые поделены по диагонали линий, то есть составлены двух треугольников. Если посмотреть инструкцию к FreeFM, то там рекомендуется решать одномерные задачи ровно так. Ну, чтобы не делать, по сути, лишнюю работу, я воспользуюсь уже готовым пакетом. Хотя, в принципе, написать метод конечных элементов – проблем не представляет. Ну, вроде, если есть готовый пакет, то зачем. Отмечу, что пакет FreeFM прекрасно справляется с задачей его у директорической границы раздела, там, где поля испытывают преломление. И просто задача в поверхностном токе выходит за рамки применимости этого метода, что, собственно, и было целью показать. В остальном это прекрасный работоспособный метод. Никто не ставит целью его обрагать. Ну, я остаюсь при своем мнении, меня это не убеждает. Добро. Спасибо. Еще есть вопросы, замечания? Если больше нет вопросов и замечаний, то я еще раз поблагодарю Александра. Действительно, я скажу, что по сравнению с предыдущими вариантами это мне понравилось значительно больше. Вопрос с методом конечных элементов. Возможно, следует однажды проработать, если на то будет добрая воля, Михаил Дмитриевич, совместно с Михаилом Дмитриевичем, чтобы убедить себя и его в достоверности или не вполне достоверном выводе. Я думаю, в докладах во время защиты лучше, чтобы это звучало. При реализации моей такой-то, такой-то, я получил такие-то оценки. Я не буду делать далеко идущих выводов о качестве методов конечных элементов вообще, но на этих экспериментах я убедился в добротности предлагаемого мною подхода. Такая аккуратная формулировка. Она будет более... Ну, скажем так, правильной при защите. И если других нету мнений, то спасибо. И на этом мы, наверное, закончим. Хорошо, Александр. Очень хорошо. До свидания. До свидания. До свидания.